всем привет друзья вы на канале gobstr play мы продолжаем серию гайдов по игре эскей фирм тарков в данном видео я хочу осветить такую тему как боеприпас sp5 так ли он плохо как о нем говорят в свете того что цена на боеприпас sp6 стартует от 600 рублей и даже с учетом того что вы можете крафтить их в убежище цена за выстрел будет в районе 450 рублей встает вопрос целесообразности использования более дорогие боеприпасов данное видео будет формате нарезок с комментариями в которых мы попробуем проанализировать эффективность использования боеприпаса sp5 на аэс вал и на всс перед началом видеоролика мы обратимся к таблице боеприпасом для того чтобы выявить разницу между боеприпасом sp5 и sp6 как вы можете видеть sp5 не имеет дополнительных штрафов к отдаче также он обладает большим уроном по телу но меньшим бронепробитием и уроном по броне но так ли это существенно в реалиях таркова давайте выяснять это был мой первый бой на sp5 поэтому я слегка нервничал и пошел чекать респауны результат меня приятно удивил но спустя пару мгновений я получил плюху от его товарища поэтому мне пришлось уступить в гаражи и прислушиваться перемещениям вражеского чувака а За забором меня ждал вражеский ЧВК, поэтому мне ничего не пришло в голову, кроме как пойти и торгануть лицом. Вдоволь поразвлекавшись на тамошке, я решил перейти на завод и оттачивать свои навыки на голых пистолетчиках. Вдоволь поразвлекать свои навыки на голых пистолетчиках. Но как же я ошибался. Вывод простой, не шутите с рипами. Вывод простой, не шутите с рипами. моей целью на таможне было найти как можно больше фулок в хорошей броне но поскольку 1 и 2 были полуголыми я решил пойти на резерв и возможно встретить рейдеров у меня это получилось немного докидав патроны я решу проверить трупы чтобы узнать какая у них броня но я встретил еще одного бота и рейдера как вы можете видеть на одном из них был так так на другом авес что является достойным соперником для боеприпаса sp5 но он справился на отлично спустя несколько неудачных рейдов я решил вернуться на таможню как только я появился и услышал стрельбу на трейлерном парке недалеко от ямы я решил посмотреть что там происходит после убийства одного чувака я решил сменить позицию чтобы не дать врагу обойти меньше с правой стороны подойдя к мусорке я не ожидал что вражеский чвк даже не сменил позицию это было его ошибкой на радостях от выигранного сражения я решил сразу пойти и посмотреть какая у них броня но не тут то было в таркове всегда есть еще один немного подумав о жизни я решил что враг меняет позицию поэтому я решил пойти на трейлерный парк и не прогадал а Как вы могли заметить, с бронёй этих ребят всё отлично, пятый и четвёртый класс, поэтому, на мой взгляд, СП-5 справился хорошо. Затем я двинул к общагам. В трёшке я увидел вражеского ЧВК, выпустив по нему магазин, я не добился результата, поэтому пришлось идти и дожимать его. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Опять пятый класс и снова СП-5 справился хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Увидев труп и услышав, как заряжается мощенка, я подумал, что моё дело дрянь. Но всё-таки решил торгануть лицом. Я знал, что есть экстрасенсы, которые чувствуют приближение противника за километр. Но этого экстрасенса Улач не спас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Итак, какие выводы можно сделать, но как минимум боеприпас СП-5 имеет право на жизнь, так же как и 5-45БТ и СБ-193. Скажу больше, СП-5 даже предпочтительнее, так как имеет больше урон по телу и вкупе с высокой скирострельностью больше шансов перестрелять АК-74 на БТ в ближнем бою. Так же давайте посчитаем экономическую составляющую при использовании данных боеприпасов. Так, комплект АК-74Н с обвесами для более или менее контролируемой отдачи, тремя магазинами, боекомплектом из 120БТ плюс рассыпуха, обойдется вам 187100 рублей, в свою очередь ВСС на СП-5 и боекомплектом в легком обвесе обойдется вам 229180 рублей, что всего на 42000 рублей дороже АК. В противовес этому, комплект ВСС на СП-6 обойдется вам уже в 384800 рублей, что существенно дороже предыдущей сборки. Советую ли я все бросить и переходить на СП-5? Нет, конечно. Если вы можете себе позволить кормить ВСС СП-6, СПП-БП, делайте это. Но если побегать с ВСС охота, а деньги не позволяют, СП-5 придут на помощь. Если вам понравился данный видеоролик, поддерживайте видео лайком. Так же не забывайте подписываться на канал, заходить на группу в Дискорде и ВКонтакте. Всем спасибо, всем пока.